Приветствую на своем канале. В этом видео я хотел бы обратиться к своим подписчикам и зрителям из России, коих у меня на канале около 25%. И это неудивительно, так как мой контент русскоязычный. Начнем с того, что ваши СМИ вам льют в уши, что в Украине проводится спецоперация, которая не затрагивает мирное население, которая происходит почти без жертв. И это откровенное вранье. В видео в сети есть огромное количество, где удары происходят в жилые дома, в садики, в объекты инфраструктуры, не военной, а гражданской. Также в сети есть огромное количество видео, где видны потери живой силы вашей армии. На это жутко смотреть. Многие матеря и жены в Российской Федерации не дождутся своих сыновей. Ради чего? Вот спросите себя, ради чего? Первое возражение, я даже угадаю, я даже угадаю, какое оно будет. Вот вы не обращали внимания на обстрелы Донбасса? А теперь сами терпите, это ответочка, ребята. ДНР – это марионеточное образование самой Российской Федерации. У руля ДНР стоят поставленные Москвой люди. Вы сами это прекрасно знаете. Денис Пушилин – член партии «Единая Россия», а также гражданин Российской Федерации. И никаких ДНР и ЛНР нет. Это псевдообразование. Там Россия. И там тоже присутствовали регулярные войска в той или иной форме. Я нахожусь в центральной части Украины. И слава Богу, военные действия сюда не пришли. И я надеюсь, что не придут. Однако, многие мои друзья уже пострадали от этой войны. Уже кое-кого нет и в живой. Если взять хотя бы Киев. Киев – это город сказка, город мечта. В прошлом году я приезжал в Киев два раза. Работал со своими коллегами, общался. Вечером мы пили кофе. Обсуждали перспективы нашего бизнеса. Теперь это все кануло в лету. Теперь Киев – полуразрушенный город. Пройдет огромное количество времени, когда его восстановят. К чему это видео? Я хочу вас... Я хочу призвать вас открыть глаза. И снять эту лапшу с ушей. Про бандеровцев, про притеснения русскоязычные. И прочее фуфло. Ваша страна сейчас ведет агрессивную войну против моей страны. Вот это как раз прямое и точное определение. Сделайте с этим что-нибудь. Вы, как граждане Российской Федерации, несете моральную ответственность за то, что делают ваши правители. Не надо рассказывать. У нас не спрашивали. У вас спрашивали. Вы их выбрали. Сделайте с этим что-нибудь. Что сделать, решайте сами. Я бы на вашем месте советовал бы максимально этому противостоять, чтобы это остановить. Потому что последствия будете разгребать вы, а не они. На этом все. Я надеюсь, вы меня услышали. И удачи вам в этом нелегком деле. Нехайся стыть.